Научная фантастика Аэлита Алексей Толстой Красивый роман Алексея Толстого рассказывает об увлекательных космических путешествиях на межпланетном дирижабле. Еще в 1923 году писатель думал о том, что человек когда-нибудь покинет поверхность Земли. Алексей Толстой пересказал возможность межпланетных полетов. Герои этой истории построили корабль, очень напоминающий современные ракеты, и отправились на Марс. Автор романа подробно описал строение корабля и обтекаемую форму, и стальную обшивку, и сложную систему теплоизоляции. Русский и советский писатель-фантаст Александр Романович Беляев в 1925 году написал роман «Голова профессора Доуэля». Что же его сподвигло к данной теме? Все очень просто. Случилось так, что писатель три года провел на больничной койке в гипсе из-за проблем с позвоночником. Своего тела в этот период он почти не ощущал. Когда-то у него и появилась идея написать о том, как бы чувствовала себя голова без тела. Позже будущему писателю попала статья об опыте французского физиолога по оживлению собачьей головы, правда, неудачных. Так идея о существовании головы без тела оформилась в сюжет. В целом транспортология стала развиваться много позже опубликования романа. Начало ее бурному развитию было положено в 1954 году, когда американский хирург Джозеф Мюррей провел первую успешную пересадку почки от одного близнеца к другому. В 1967 году человеку впервые пересадили сердце. Это проделал южноафриканский врач Кристиан Барнард. Первые пациенты с пересаженными органами жили недолго. Порой считаны недели. Но наука не стоит на месте. Рекорд по продолжительности жизни с чужим сердцем сейчас составляет 30 лет. «Освобожденный мир» Герберт Уэллс. Британский фантаст Герберт Уэллс написал роман «Освобожденный мир» в 1913 году задолго до появления атомной бомбы. Его книга – это своего рода предупреждение человечеству. Уэллс описывает мир после изобретения ядерного оружия. Наступает хаос. Все страны воюют между собой за господство. Счет жертв идет на миллионы. Тогда самые разумные из уцелевших людей пытаются создать единое правительство и новую систему общественной жизни, где главенствует наука и гуманное отношение друг к другу. 20 тысяч лье под водой Жюль Верн, 1870 год. Гениальный французский фантаст Жюль Верн внимательно следил за достижениями современной науки и на их основе сделал предположение, что важную роль в грядущих войнах будут играть подводные лодки. Пророческий взгляд писателя, его изобретательность и умение в красках представить читателю самые невероятные ситуации и сюжетные перипетии – все это послужило благодатной почвой для многочисленных киноадаптаций, достойных больших экранов. 20 тысяч лье под водой – это научно-фантастический роман о кругосветном плавании капитана Немо и пассажиров подводной лодки Наутилус. Грандиозный Наутилус работал на электричестве и мог, как современные подлодки, подолгу не подниматься на поверхность. Это невероятная и волнующая история приключений в подводном мире, полная самых захватывающих событий. Рэй Брэдбери – это очень известный писатель, который запомнился не только своим творчеством. Он известен и своими потрясающими предсказаниями в книгах, в том числе были предсказания о наушниках. Еще в 1953 году в своем романе с названием «451 градус по Фаренгейту» он написал о том, что герои носили специальные радиоприемники-втулки, и назывались они тогда «ракушки». В принципе, эти предсказания указывают на то, что это были прототипы современных наушников, а также популярных портативных плееров. Стоит добавить, что первая модель наушников появилась лишь через 26 лет после выхода этого романа. Кто знает, что может ждать нас в будущем? Похоже, только писатели-фантасты. Все зависит от их воображения. Ну и от достижений в области науки. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok